Я приветствую. Анонсировано ранее сравнение масел А5Б5 в вязкости 5.30. Это у нас Total Quartz 9000 NFC. Следующее масло Shell Helix Ultra Professional AF. Далее ZIG X9 FE Fuel Economy, Syntec Platinum 7000, Locoil Genesis Universal и Gazprom Neft Premium A5B5. Последние три масла спасибо Михаилу из Москвы. Он заказал на мой адрес, приобрел на Озоне и заказал на мой адрес. Масло ZIG прислал мне Анзор из Яблонского. И первые два масла Total и Shell передал Александр Транзит Про из Питера, соответственно. Так, ну смотрите, видите цвет. Самая светленькая у нас Syntec. Вот, ну, можете оценить. Так, сейчас покажу вам показатели и в конце рейтинг сравнения. Так, значит, это у нас Total. Максимальное совпадение, видите, с BMW Twin Power Turbo. Чуть более процента отличия. 1.21. Вот, достаточно близко. Тоже вязкость 5.30. Параметры окисления эстеров нету. Пакет противоизносных присадок 1.36. Нормальный уровень. Фенольных антиокислителей нет. Аминных 0.74. Щелочное. По ГОСТу для свежего примерно чуть более десятки. Ну, можете посмотреть. Вязкость. Так, здесь Shell у нас. Shell максимально похож на Motul 8100 XS. 5.30 в допуске А3B4. Смотрите, очень сильное совпадение. Кстати, этот Shell Торжковский. Я посмотрел. Возможно, он сделан не на GTL, а на отечественной базе. Так, ну, параметры масла вы видите. Тоже эстеров здесь нет. Чуть плюс-минус погрешностью. Пакет противоизносный 1.41 похожий. Ну, и остальные показатели очень близки. Значит, так далее. ZIG X9 FE. И посмотрите, на что он похож. Он похож на X. ZIG TOP 5.30 А3B4. Полпроцента отличия. И ZIG TOP POW тоже 5.40. Тоже небольшое отличие. И опять же, похож на Mobil. А, вот здесь Shell Helix Ultra 5.40 даже присутствует на пятой позиции. Также эстеров нет. Вот здесь побольше даже засвечено противоизносных 1.54. Ну, можете опять же посмотреть, остановить. Так, далее. Лукойл Генез Юниверсал. Он похож у нас на... Максимально похож на Лукойл Генез Армартек. HK для корейских автомобилей. Но здесь уже отличие такая по существеннее. 1,2. Далее ZIG X9 FE. Ну, и по убыванию тоже самое. Очень похоже по показателям окисления нитрования. Здесь средние показатели между предыдущими маслами противоизносных пакета. Чуть больше аминных антиокислителей 1.26. Ну, и щелочной и кислотной плюс-минус тоже одинаковые. У всех там в пределах единицы отличается. Так, синтек платином 7000. Такие же показатели. Здесь противоизносных чуть-чуть поменьше. 1.28, но зато много как аминных антиокислителей и фенольных антиокислителей. Здесь, пожалуй, лидер. А, и по щелочному даже. Здесь больше всего. Так, и максимально он похож на что? На роль в GT 5.40. Синтековский такой же. И синтек платином 7500. Ну, видно. Видно почерк синтека. Их пакеты. Скорее всего, тюнингованные. Так, значит. И последний образец это Газпром нефть премиум А5Б5. Здесь чуть меньше окисления и нитрования. Такое как-то почище. Хороший очень уровень. 1.54 противоизносных присадок. Ну, вот по антиокислителям аминных не очень много. Но фенольные присутствуют. И щелочное достаточно высокое. Так, и максимально похож на что? Газпром премиум Н. 5.40. Так, видите, все это полнозольники. Они совпадают. Отличия только в вязкости. Сейчас покажу вам, значит, скрины сравнения базы. Здесь у нас лучший показатель. Самое синтетическое. Самое чистое, скажем так. Ну, на мой взгляд, база это у нас Shell. С небольшим отставанием после Shell идет ZIC X9 на U-Base. После ZIC идет у нас SYNTEK Platinum. Далее Total Quartz. Все в виде примерно на одинаковом расстоянии. И вот чуть-чуть слабее Luke Oil. Кинезис Юниверсал. И самый традиционный, самый такой, ближе всего к минеральным маслам. Это у нас Gazprom премиум А5-B5. Самый низкий уровень. Ну, здесь еще, возможно, конечно, им большую роль играет загуститель. Наверное, как-нибудь вам в ближайшее время расскажу про загуститель. Так, далее. Субтинемиды. Важный такой показатель. Ну, для полнозольных, может быть, не так критично, как для среднезольников. Но, тем не менее. Значит, здесь лучший у нас ZIC. На втором месте Luke Oil. И далее, наверное, все так плотненько уже идут. Плюс-минус одинаково. А вот на эстеровой длине здесь только вот несколько выделяется SYNTEK Platinum. Видите, все остальные одинаково и ровненько. То есть, по пакету очень похожи друг на друга. Ну, и так, если посмотреть все показатели, то масла плюс-минус очень похожи друг на друга. Хотя есть и все-таки нюансы. Вот по антиокислителям, в частности, немножко отличается вязкость. Ну, и давайте посмотрим, значит, в итоге суммарный рейтинг. Так, здесь у нас по базе у нас лучший это Shell Helix. На втором месте ZIC. По собственным имидам лучший уровень у нас у ZIC. На втором месте Luke Oil. На третьем у нас третья делит Gazprom и Shell. Так, значит, по эстерам. Ну, эстер это такое. Тут я так поставил уже. Больше всех выделяется бугорком небольшим. Это SYNTEK пятерочка поставил. Всем остальным четверки, кроме ZIC. ZIC там чуть похуже остальных. Но там, честно говоря, несущественное отличие. Фенольных антиокислителей у SYNTEK и аминных у SYNTEK. На первом месте он. Вот, на втором месте по фенольным Gazprom, а по аминным Luke Oil тоже традиционно насыпают. Ну, и смотрите рейтинг состава, скажем так. На первом месте SYNTEK. На втором ZIC X9. Третье место делят Shell и Luke Oil. И на четвертом месте Total и Gazprom. Значит, далее я выставлял оценки по стоимости. Ну, вот Total 794 рубля. Одно предложение. Все остальное значительно дороже. Ну, раз есть, так есть. Я так и указал. Возможно, это какой-то остаток совсем небольшой. И поэтому распродают его там уже по себестоимости. Но, тем не менее. Значит, и вот расставил оценки. Соответственно, минимальная стоимость, которую удалось найти. И здесь лидер, конечно, Gazprom. На втором месте SYNTEK. На третьем Luke Oil. На четвертом. Ну, четвертый под вопросом. Потому что Total такая цена. Там все остальные предложения больше тысячи. Ну, и смотрите, суммарно, конечно, SYNTEK удивил. Таким хорошим отрывом оторвался от всех. И состав хороший. И стоимость шикарная. На втором месте у нас ZIG. Вот, тоже качественное масло. Третье место Luke Oil. Тоже молодцы. С небольшим отставанием на один балл. Значит, четвертое место у нас Gazprom. Хотя, ну, тут и по стоимости не такая, не такая ваша большая разница. Вот. И далее Shell и Total. Ну, вот. Такие получились тесты. Пишите, что думаете. Не знаю. На мой взгляд, отечественные масла вполне себе конкурентны и достойны. Особенно, вот, в данном тесте SYNTEK порадовал. Это не значит, что SYNTEK в этой вязкости и в этом допуске лучший. Потому что могут быть более сильные конкуренты. Вот. Но, по крайней мере, из вот шести представленных, я бы сказал, что все-таки SYNTEK самый такой сбалансированный. Хороший состав и отличная стоимость. Поэтому по соотношению цена и качество, это, я думаю, что лучший выбор, если представлены. Благодарю всех, кто предоставил масла. Вот. Всех, кто посмотрел данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Мира. Увидимся в следующих видео. Пока.